Я счел, что от этого мы перейдем с вами к голове человека. И разберемся, как рисовать нашу с вами руку. Ну и давайте вспомним, в прошлый раз мы обсуждали, какие изменения произойдут при эволюции нашего тренка. Что произойдет с объемом мозговой карты? Уменьшится. Что произойдет с длиной челюстного сегмента? Уменьшится. Уменьшится. Еще одно очень важное изменение. Давайте смотреть, а щит позвоночника должен нормального зверя подставить к черепу вот по этой мере. Вот так. А у нас с вами совершенно не так. Наши бревки стали на тренок. Согласны? Да. Согласны. В результате позвоночнику приходится делать безумную вещь. Совершенно безумную вещь. Вот положение головы у нормального четвероногого зверя. Если ничто особенное не привлекает его внимание. Так. Именно так. Опустив голову вниз, будет держать вот это вот позо относительно спокойного движения вперед и для коровы, и для собаки. Но для любого животного. Обратите внимание, когда у собаки просто придет. Она будет держать нос вот так или вот так? Обычно. Обычно, конечно. Почему? А так ставится меньше сил. Вот она, точка вращения. Вот она. Затылочные мышцы. Вот центр террористичия. Здесь его притягивают в земле. Вот здесь мы свободно крутим череп. Глава, конечно, опущена. Что надо сделать, чтобы собака подняла голову? Блесим. Сократить мышцы, идущие от поперечного затылочного греха. Вот от этого. Вот сюда. Костистым отросткам к позвонку. Если вот это расстояние уменьшится, какое положение займет вору? Оба. Повернется. На мучилках поднимется. Собака внимательно примюхивается или внимательно рассматривает, что в кревет. Отлично. А теперь пробуем такого зверя поставить на две ноги. Позвоночник дальше пойдет горизонтально или вертикально? Вертикально. Ага, вертикально. Смотрите, что приходится сделать. Ну вот давайте розовыми оставим в линии тела собаки, а голубым попробуем нарисовать линию тела нашего предка, которое встало на две ноги. Вот это у него шея, да? Вот это у него плыль. Вот это у него плечо. Отлично. Какая возникает непререкность? У кого шейный отдел позвоночника, оказывается, круче согнут? У четвероногого зверя или у двуногого нашего предка? Двуногого. Двуногого. Слишком высокое напряжение на связи между отдельными позвонками. Если я подойти к такому нашему предку, вот так вот слегка ему по темечку поступать, что будет? Вау, а тут заново не будет. А у него просто разойдутся позвонки. Система и так напряжена, словно, настолько, что даже при небольшом усилии возникает разрушение в шейном отделе. Мой дед, ну, вот я делаю большую площадку, что у того очень сильное вытаскивает. Надо держать вот такое отросток. Чисто голливудское решение, да? Возьмем и сделаем что-нибудь очень толстое и сильное. Отлично, хорошо. Ставим вот такие поперечные гребень вот такой и вешаем вот такие шейные мышцы. Вот теперь можно хоть молоком сверху, да? Ребят, скажите, а здесь у вас шея вот такой толщины, да? Что у вас при этом с подвижностью головы? Ну, не очень. Ну, вы себе представьте, вы взяли и примотали вот здесь, вот здесь, и вот здесь под подбородком подушки. Взяли и их так крепко-крепко притянули. Ну, пожалуйста, после этого повертите головы. Вот так можно будет. Правда? Если у вас со всех сторон система обложена выступающими коробцами ткани, разумеется, подвижность головы сразу упала. Плюс к этому. Сколько энергии потребуют эти мышцы на совершенно бездарную работу? Много, много. Огромная коленочка. Нельзя сзади что-нибудь массивное просто притянуть? О-о-о-о, отлично, о-о-о, отлично, о-о-о. Именно так пошла эволюция, как всегда, конечно, не по голливудскому струнанию. Представляем о том, что чем сильнее, тем лучше, так никогда в нормальной эволюции живут существа не работает. Если пробовать просто пупы наращивать силу, вы в конечном итоге проиграете энергосно-отвежиме. Только сильнее. Никаких выжитов не кажется. Значит, поэтому, что происходит с щейком? Как он меняется? А меняется форма затылка. Обратите внимание, большое затылочное отверстие, это отверстие в какой пути? С положением большого затылочного отверстия, если вот этот степень затылочного отверстия взять и увеличить по пути, вот так его расширить, раза в 3-4. Он был засунул сильно. Понятно, что у вас положение затылочного отверстия из вот этого уедет вот сюда. Почему? А вот этот участок разросся. Это ясно? Правда, параллельно придется уменьшать размер вот этой козочки в основании черепа. Мы с вами про нее не говорили, а это пленовидная козь в основании черепа. Вот у наших предков пленовидная сокращается, становится сменитой, а затылочная увеличивается. В результате затылочные отверстия переехали сюда. Челюсти укоротились, а мозговая коробка увеличил свою высоту. Вот основная трансформация, которая происходит в черепе человека. Синим основные векторы показывают. Смещение большого затылочного отверстия, укорочение лицевого стилета, увеличение объема мозговой коробки. Вот такие линии трансформации. Хорошо уже. Ну а теперь посмотрим, какую же форму мы получим, а главное, как ее не особенно набрать и забрать. Сейчас я вам покажу достаточно простую схему, как нарисовать череп человека, вид сбор и прочее. Итак, человек смотрит, что давайте на основании рариуса в квадрате. Вот так. Построим. Хорошо. Теперь 5-ти рариуса. Делите на 4. Последний участок делите еще раз по полу. Вы получили точку переносица. Вот эта точка. Вот от нее. От нее вот примерно линия удача. Немножко, совсем немножко, перед человеком выступает носовой площадь. У нас, как мы с вами, почти ничего не осталось. Сейчас, даже сейчас, по какому линии, одна. Получили. Видите, вот эта дуга, которую я получил, ее самое близкое к центру часть, как раз примерно по тайге. Переносица. Дальше. Скажите, пожалуйста, спинка носа, вот это место у вас, между глазами. Значит, здесь костяная основа или не костяная? Да, как раз и есть наша с вами носовая площадь. А мочка носа, вот эта часть? Хрящевая. Хрящевая. Поэтому на черепах хрящевые ткани не остаются. Поэтому носом у человека, конечно, был бы вот такой, какой-нибудь, да? А на черепах, от вот этой части носа, остатки есть или нет? Нет. Поэтому вот она носовая вывеска. А далее, вот здесь такая кость будет находиться. Вот здесь. Да, верхний челюстный. Совершенно верно. Она у нас с вами короткая. На ней стоят зубы. Зубы я пока не рисую. Теперь пару слов по поводу глазниц. На всяких детских рисунках черепушек, так называемых, да, как обычно изображают глазницы. Или вот на пиратском кладе, в селом Роджере, как изображены глазницы. Круглые. Круглые. Они у нас, конечно, не круглые. Просто не ровно круглые. А скорее неправильные формы, сглаженная трапеция. Нет. Четко оформленные углами. А там по радиусу сглажены углы трапеция. Какой формы в норме глазницы у человека? Ну, примерно вот такой. Это, кстати, крупная спальня. Вы понимаете, какого размера у вас глазной яблок? Да. Дальше. Ну, с такого. Глазной яблок – это очень крупный орган. Ведь на поверхности вам виден только малюсенький сектор. Только та его часть, которая видна между веками. А вообще, конечно, вот такое. Замкните, почти замкните кольцо между большим указательным пальцем. или средним указательным. Такое будет. Вы примерно получите размысленный слой глазного яблока. Это крупный орган. Значит, глазница – это яма, в которой находится большая часть глазного яблока. А что там еще, кроме глазного яблока? Скажите, а вы глаза не двигать умеете? Да. Вы можете переводить вот так. Я череп не двигаю, но у меня очень много. Глаза – двигательные мышцы. А сколько их в каждой глазнице? Очень много. Не очень много, а шесть штук. Знаете? Одна парочка. Одна пара, как строена? Одна мышца подходит снизу к яблоку, а вторая – сверху. Если не по очередному сокращаются, влазит мне положение вот так. Вы смотрите вверх-вниз. Вторая пара подходит слева и справа к глазному яблоку. Если они поочередно сокращаются, влазит вот так поворачивание. Еще по диагонали мышцы. А третья пара окручивается вот так. Действительно, по диагонали. Откручивается. Вращение позже. Трех пар оказывается достаточным, чтобы ваши глазные яблоки получали возможность настраиваться, разворачиваться на любую точку видимого сектора. С очень высокой точки. Но для этих мышц место надо. В результате глазница – это маленькое углубление, или очень крупное. 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 Плюс там еще каждый глазница будет по одному органу, очень важно. И органы немелкие, почти слезной орех в размерах. Слезная железа. А если слезная железа убрали, что у вас глазами? Высок. Верхняя поверхность, внешняя поверхность высохла, предки умерли, потеряли прозрачность и ваше. И день весна слезная железа еще в основном. Итак, глазница – это крупное образование. Ну и примерно как она будет выглядеть. Примерно вот так. Теперь давайте разбираться, где какие кости в человеческом черепе. итак, вот это желтеньким нарисуем. Небольшая косточка. Такая же будет с другой стороны. Это что за кости? Носовая кости. Да, носовая кости. Вот эти небольшие у нас с вами косточки на нижнем внутреннем уголке глазницы. Слезная кости. Вниз слезная канала. Одна из самых крупных костей в ни мозговой части черепа. Вот она пойдет. Вот так. Вот, если скажешь, пришла. Вот это что? Верхночерестная. Верхночерестная. Совершенно верно. Ну, предверночерестная у нас маленькая вот здесь. Но дело в том, что она очень рано, в раннем возрасте прирастает в верхнюю челюстную. Поэтому даже у вас на черепах, сейчас в вашем возрасте, вы вот этого шва уже не увидите. Давно прирастает. Шов не заметен. Хорошо. Теперь вот отсюда открываешь кулаузу. Идет небольшая косточка, от которой вот так дуга и брошена вот в этот район. Что вы так запустили? Скуловая. Вот это и скуловая. Вот она, височная дуга. Соответственно, вот это. Что запустили? Височную. Височную. А у нас что, есть прямая куласть? Нет, в смысле... У нее сложная форма. Достаточно. Хорошо. Теперь огромная, по-настоящему огромная, слева и справа. Вот это, что запустили? Это лобная. Лобная. Обратите внимание, вот в этом направлении, воздавая коробка черепа, раскупу, у нас все это сильнейшее образование. Хорошо. Вот это что запустили? Номер восемь. Папа. Посмотрите на схему. Несешь? Теменная. Сочи. Это теменные. Теменные по площади самые большие кости нашего черепа. У нас не большое, у нас огромные теми. Да? И вот куда уехала затылочная. Вот ее жоп. Вот здесь, внизу, под черепом, бедная выступает затылочная мишка.